Я люблю свой город. Наслаждаюсь архитектурными ансамблями с белокаменными дворцами и деревянными теремами. Мой город интересен и многогранен. Уютные московские дворики соседствуют с высотными зданиями. Мой город развивается в технологии, возможности, пространстве, инновации и бережно относится к культурному наследию. А педагог – отражение города. В своей работе я чту традиции и принимаю инновации. Что такое детство? Детство – это время игры. Через игру можно не только активно развивать ребенка, но и воспитывать уважение к семье, школе, своей родине. А народные игрушки – бесценные сокровища. Они истоки самобытной культуры. Старинная игрушка может и должна быть не только музейным экспонатом. Пестренькая юбочка, остренький носок, кружится и вертится «Быстрый наш волчок». Мудрость народных игр помогает детям стать инициативными, думающими и активными, творческими и умеющими делать выбор. А ведь сегодня многие народные игры и игрушки забываются, да и нечасто используются в работе. Раньше каждое поколение, подрастая, перенимало игры у старших. Уже много лет я провожу тематические мастерские, где дети вместе с родителями знакомятся с различными народными играми, чтобы потом играть в них дома. Мама и папа – мои самые верные союзники и партнеры. Игры в дошкольном возрасте во многом определяют успешность школьного обучения ребенка. Уже сегодня мои воспитанники – призеры городских конкурсов и проектов. А завтра – ученики эффективной началки. Для меня важно не только осознавать потенциал народной игрушки в современном образовании, но и делиться своим опытом. Вместе с коллегами я создаю и размещаю на своем авторском канале образовательные ролики. Мы обсуждаем идеи, которые помогают достигать высоких результатов в образовании и воспитании детей через интерес к культурному наследию нашей страны. Мою увлеченность изначальной игрушкой и ее возможностями разделяют другие воспитатели и педагоги. В рамках городского проекта «Дошкольное пространство без границ» мои воспитанники активно используют школьную инфраструктуру для проектной и исследовательской деятельности. Мобильность и доступность общего образовательного пространства, его вариативность позволяют дошколятам и ученикам школы вместе подтвердить или опровергнуть самые смелые гипотезы и невероятные теории, соединяющие прошлое и настоящее, прокладывающие путь в будущее. Как Москва объединяет эпохи, так и игра объединяет поколения. Технологии меняются, а интерес к игре остается неизменным и у детей, и у взрослых. А связь времен в руках педагога.